Актуальные вопросы педиатрии в арктической зоне обсуждали представители медицинского сообщества НАУ и эксперты Северного государственного медицинского университета Минздрава России. В частности, речь шла о питании детей в образовательных организациях, вегетососудистой дистонии и профилактике социально значимых заболеваний. Научно-образовательная конференция для медицинских работников НАУ началась с доклада на тему аудит здоровья детей и взрослых как способ выявления и профилактики социально значимых заболеваний. Проректор по научно-инновационной работе, заведующая кафедрой педиатрии СГМУ, доктор медицинских наук и профессор Светлана Малявская рассказала о том, какие заболевания наиболее часто встречаются у жителей северных регионов, в частности у детей. У детей сухая кожа, гиповитаминозы, в углах заеды, локти сухие. Еще что обращает внимание, это у всех, чтобы вы не подумали, что это ваша, допустим, визитная карточка, мы, естественно, обращаем на это внимание нарушение осанки. Подавляющее количество детей имеет нарушение осанки, сколиоз, то есть есть очень хорошо держат спину только те, кто много времени посвящает спорту, и спорта существует, занимает достаточно большую часть их жизни. Среди заболеваний, которые характерны для детей, проживающих на севере, вегетососудистая дистония. Это функциональное заболевание, которое охватывает нарушение регуляции практически всех органов и систем. Чаще всего это затрагивает сердце и сосуды. О том, как лечить это заболевание и какие меры профилактики существуют, рассказал доцентр кафедры педиатрии СГМУ Леонид Зубов. Проблема, она обостряется и социальными факторами, бытовыми факторами. То есть, если мы говорим, что малоподвижный образ жизни, он более характерен. Это долгое сидение, как днем, так и ночью у компьютера или у планшета. Это да, это изменился характер питания. Но много чего изменилось, даже учебные нагрузки, они стали другими. И это все, особенно растущий организм, определенную такую нагрузку вызывает. И сбой регуляции, он очень легко возникает. И я буду говорить, казалось бы, о простых проблемах, как это профилактировать. То есть, это в основе лечения, это здоровый образ жизни. Это правильный сон, количество и качество сна, правильное питание, физические нагрузки, режим дня. Тему здорового питания на конференции продолжила доктор медицинских наук, профессор кафедры гигиены и медицинской экологии СГМУ Галина Дегтева. Она представила свои исследования по питанию детей в образовательных организациях округа. На сегодняшний день нормативы питания для школ всех регионов России одинаковые. Но, по мнению ученого, для детей Арктики они должны отличаться и учитывать особенности климата и традиционной кухни на севере. Мы рассмотрели питание северян, мы проанкетировали детишек, узнали их приоритеты, пристрастия, к чему именно они тяготеют. И наша задача была еще поставлена на этническую составляющую, потому что даже на севере надо смотреть. Этнос питается особо, особенно в дальних, крайних точках, приближенных точках. Совсем питание другое. И не надо уходить от традиционного питания. Это очень важно. И главное надо сказать, что на севере не надо много углеводов. Все-таки надо делать приоритет в сторону животного жира. Это рыба, это оленина. Это то, что способствует гармоничному такому развитию и усваивается именно традиционно на основании тех ферментов, которые выделяет организм из покон веков. Для поддержания здоровья северянам необходимо правильно питаться, включая в свой рацион рыбное меню и северные ягоды, а также продукты, богатые магнием, йодом, клетчаткой и витамином D. Обязательно соблюдать режим питания, не пренебрегать завтраками. Утром, конечно, ребенок должен позавтракать. Нельзя отправлять ребенка в школу без завтрака. Потому что после второго урока или после третьего постарше, которые употребляют уже школьный завтрак, а до этого же чем-нибудь, а головной мозг должен ведь иметь питание. Поэтому обязательно ребенок должен быть сытым. Я не говорю, что с полным желудком. Он должен позавтракать, чтобы не было такого и тяжести в желудке, и в то же время, чтобы он был не голоден, чтобы его не отвлекало то, что требует желудок. Он же будет раздражаться, слизистая оболочка, будет выделяться слюна и так далее. Этого не надо допускать. Научно-образовательная конференция для медицинских работников НАУ проводилась в рамках соглашения о сотрудничестве между администрацией округа и Северным государством и медицинским университетом Минздрава России. Ученые намерены участвовать в работе медицинского передвижного отряда в сельских населенных пунктах. На следующий год запланированы совместные с университетом мероприятия в Наринмаре для окружных врачей.